всем привет дорогие друзья я очень часто получаю в письмах всякие вопросы касаемо оборудования для съемок серфинга кайт серфинга в волнах с лодки с берега в воде что я использую каким образом а как вот это как то вот в этом видео я постараюсь максимально быстро уложиться и показать вам все те различные приблуды вот которые я использую в своей работе во первых серфинг с волны прежде всего нам необходимы хорошие ласты это залог успеха в нашем деле потому что очень важно в определенный момент на достаточно хорошей скорости уйти от волны которая может вас накрыть потому что ну невозможно прогнозировать тот момент это место в котором волна рухнет все время вы находитесь в поиске и иногда получается что вы слишком сильно залазить его внутрь волны и соответственно чревато тем что вас замоет и оттащит на риф поэтому в определенный момент нужно пронырнуть волну и очень быстро уйти постараться в сторону канала вот в этот момент для своей работы я использую в больших волнах вот такие вот ласты про модель кларли кларк литл но кларк литл известный художник от футы господи заговорился известный фотограф достаточно в серфовом мире самый известный ничем особо это про модели от остальных ласт не отличается вот такого сорта как видите они укорочены и очень жесткие я не любитель если честно таких ласт но они необходимы в крови волнах во первых чем меньше из вас торчит из вашего тела всяких штук тем меньше вероятность всяких переломов так далее во вторых они дают мгновенную возможность на мгновенного ускорения от волной долго вы в них не прогребете ноги очень устают поэтому у меня после двух часов съемки ноги просто отваливается в таких ластах что необходимо вот такие леши которые цепляются за ногу и в момент обрушения не дают ластам быть сорванным с ваших ног второй момент обязательно обязательно носки гидро носки которые не дают возможности натереть ваши ноги нога постоянно движется если вы будете не будете использовать вот такие носочки у меня до каин как всегда то ваши ноги будут стерты через полчаса попадают с рифа всякие песочек и так далее там это очень неприятно поэтому обязательно использовать коммерческой съемки в маленьких волнах я использую самые простые ласты рекомендую это очень это плохило я их использую временно они достаточно мягкие как вы видите это не дает возможности ускориться дело в том что у меня не так давно были смыты хорошие ласты и вот пока временно вот такие рекомендую длинные в обычной волне ничего страшного да и в большой волне я бы тоже длинная единственное покупать ласты у которых есть возможность куда-то зацепить страховочные леши вот эти вот это что касаемо ласт дальше очки или очки или или маски многие спрашивают ну это сугубо выбор уже человека я предпочитаю очки почему потому что они не срываются под водой они более плотно сидят на голове в момент замыва остаются на своем месте то есть на глазах рекомендую использовать с поляриком очки потому что все таки большую часть времени вы проводите над водой яркое солнце и опять же солнце плюс ко всему отражается от воды такие очки спасают ваше зрение многие очень иногда я использую вот такие в обычных простых волнах обзор больше самые простые вот ну на любителя это коммерческая съемка плаваем получаем удовольствие и снимаем голова защита головы это ребята серьезный вопрос поэтому к этому вопросу отнеситесь максимально внимательно я использую вот такой шлем я считаю что это самый лучший в мире шлем для съемок в воде шлем гад заказывал я его в австралии он не дешевый очень легкий и от очень плотно привели прилегает голове что дает вам возможность проныривать волну без какого-либо сопротивления когда он у вас на голове конечно вы смотритесь максимально ущербно вы готовьтесь к этому на фотографиях у вас если вы будете делать селфи волнах ничего хорошего из этого не пал не получится вы будете выглядеть как как какой-то лепрекон вот как я например сейчас но это максимальная безопасность он настолько легок и настолько прият вы как будто вы в домике несмотря на свою внешнюю ущербность он максимально вот и очень рекомендую он по моему стоит около 250 долларов австралийских может быть я ошибаюсь 200-250 но это того стоит подождать заказать очень рекомендую них все это продается хозяйство с размерами которые заточены под объем вашей головы вы можете измерить так далее оборудование как перевозим оборудование так я перевожу вот в таком в такой сумочке дакан здесь у меня хранятся мои аквабокс сумка это не предназначено для этого это термос это термос для пляжного наверное отдыха или ну не знаю для серф релакса я его приспособлю приспособил для аквабокса вот здесь у меня 2 2 аквабокса один спел для альфа-6000 и 2 ликвитай для альфа-90 как видите стенки у этой сумки достаточно мягкие что предохраняет от неожиданных ударов это для меня абсолютно идеальный вариант вот так два бокса валетиком складываем не стесняемся они себя великолепно чувствуют если вы решили в какой-то момент что вам нужно перейти на другую линзу или на другую на другую камеру подплываете к лодке берете меняете камеры меняете аквабокс продолжаете снимать замечательно видите вот сюда может пивко вставить там или что вам еще понравится лимонадик может кто-то пьет это что касаемо съемок с волны переходим к съемкам с лодки в первую очередь по устоявшейся у нас традиции сначала эти я использую вот такую кепочку которая мне очень помогает прятаться от солнышка и обязательно обязательно вот такую куртку я не буду ничего рекламировать но скажу что используя вот куртку дакан смотрите она абсолютно не промокаемая с отличной мембраной выгляжу я в этот момент вот таким образом для чего это мне ну в любую жару неважно дождь снег вот таким образом я выгляжу максимально затягиваясь вообще максимально здесь есть затяжки где-то у нас вот они вот они внутри фиксаторы есть затягиваю вот так и с этой стороны тоже самое я защищен полностью от воды почему для чего я это делаю потому что в идеале когда вы снимаете серфинг с лодки лодка не стоит на месте хорошего шкидка и человека который вот с камерой он понимает что одно дело стоять на вы конечно вы лучше поймаете у вас не будет гулять фокус но самые лучшие кадры уйдут мимо вас поэтому в идеале у вас должен быть один-два лучших шкипера на той локации где вы снимаете данном случае у меня на маврики у меня есть два три шкипера которым я всегда обращаюсь другими никогда не буду работать и всегда говорю об этом клиентам если шкиперы заняты мы не снимаем шкипер должен с вами серфить на волне перед перед райдером это залог успеха он должен ехать впереди лодки конечно у вас гуляет автофокус вот камера прыгать но среди десятка кадров два при некоторыми некоторые предварительные тренировки годовой у вас должны получаться в этот момент вас заливает полностью водой вы стоите с камерой вы полностью залиты водой вот у меня иногда порой с меня просто вот так течет а я в этот момент снимаю поэтому вы должны быть максимально защищены от воды вот вот такая история и ходим дальше оборудование как я в лодке спасаю оборудование очень просто вот тут у меня опять же ну никуда не деться поскольку все у меня почему-то хранится вот такой непромокаемый рюкзак Дакайн это он у меня уже работает третий год великолепно работает сюда я складываю обязательно что у нас здесь лежит не подготовился салфетки для чего для того чтобы протирать камеру в огромном количестве после каждого проезда вам понадобится салфетки обязательно обязательно запаститесь никакие тряпочки ничего насухо салфетки то что пылинки ворсинки остаются забудьте вот таким образом я храню свою камеру обычная пищевая пленка это для объектива обязательно это альфа 99 у меня и объектив 300 миллиметров 2 и 8 вот обычная пленка плотно а предварительно конечно выставив на ней стабилизатор на объективе все 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 очень плотно оборачиваем вот так вот у нас никакие капли не страшны большая бленда которая не дает возможности в обе попасть на объектив она все равно попадет в виде пыли но это потом удаляется это проще чем удалять кучу воды налитой прям на объектив пыль 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 просто стираем дальше обычный вот такой чехол водный который я заказывал на алиэкспресс по моему если мне не изменяет память что важно важен рукав для руки которая с помощью которой вы будете производить съемку фиксирующий вот это нужно будет затянуть я затягиваю таким образом об вода не может сюда проникнуть все закрыты и еще один очень важный момент чехол водный должен быть оборудован вот вот таким окуляром то есть вы должны спокойно не через целлофан туда заглядывать а выведен специальный должен быть окуля который сейчас покажу фиксируется видите на я сейчас сниму он снимается вот на камере вот такой окуляр вы с ним вы фиксируете снимаете стационарный который у вас стоит на камере и сверху на него вот эту насадочку надеваете вот все оборудование ваше полностью защищена я не могу представить что должно произойти чтобы что-то вот попал с этим же оборудованием я снимаю с воды с берега ветер все равно несет с собой песчинки пылинки мини капельки всегда защищайте камеру камеру и объективом это все намного дольше проживет если мне что-то нужно в лодке я беру с собой как как-то воду дополнительное оборудование например камеры фотоаппараты какие-то для общих видов с лодки очень красиво бывает особенно на закате я складываю вот еще один такой у меня рюкзачок есть замечательные просто ну вот сюда чего только но тут максимальная конечно защита от воды опять же он достаточно неплохо выглядит в качестве городского рюкзака когда вы куда-нибудь идете или на велосипеде эти внезапно попадаете под дождь у нас вот такие отделения здесь мощный сюда можно гидро одежду сложить после серфинга что я и делаю после серфинга и после съемок в воде скручивается видите вон такую колбаску сверху и закрывается так съемка с берега все то же самое используем либо аквабокс и которые я вам уже показал с камерами альфа 9 альфа 6000 либо с берега со штатива я снимаю на 99 с 300 миллиметров обязательно надевайте сверху на себя какие-нибудь гидро одежды светлые потому что сгорите два счета особенно на маврикии ну вот таких вот тропических странах я вот вот такое вот хозяйство использую белую дышащую хоп накинул сверху все трали валите летели застегнулся стою снимаю жарко но не опасно огонь далее для съемок с воды я использую очень часто ярком солнце вспышку отдельный разговор очень рекомендую вам них две и обе и обе джинбей почему джинбей потому что потому что дешево аналоги не буду их называть вот этих супер раскрученных брендов хуже как я считаю мои собственные менее мощные и дороже раз в пять что мы здесь имеем мы здесь вспышку с вас курс возможностью высокоскоростной синхронизации что это для нас значит это значит возможность снимать виды спорта на высоких значениях выдержки да я не помню это что там за 10000 то есть я снимаю у меня максимальная 1250 на 1250 секунды эта вспышка позволяет снимать гораздо больше при мощности своей приблизительно равной 10 стационарным вспышкам вот которые устанавливаются на камеру от обычных производителей фото производитель обязательно мне нужен помощник воде который помогает не держит один момент хочу сразу сказать что это вспышка несмотря на то что как она выглядит как она работает во первых вот посмотрите какой экранчик у нее красивый регулируется мощность у нее вот регулировка мощности вы можете подкручивать в одну во вторую сторону вот таким простым движением руки она выключается есть у нее пилотный свет темного времени съемок и для съемки видео но одно но вы должны знать что заказывая такой агрегат стоит порядка 600 600 650 долларов вы должны знать что она практически ничем не укомплектована вам придется дополнительно покупать для этой вспышки во первых высокоскоростной синхронизатор во вторых колпак эдакий рассеиватель света чтобы он не бликовал на лице на райдерах и так далее и я вас могу заверить что любые съемки против солнца с такой вспышкой будут обречены на успех все находящиеся в че в тени детали лица тела одежды и так далее будет подсвечены эта вспышка не пропустит ничего я рекомендую покупать вот такой к ней синхронизатор синхронизатор хороший очень позволяет работать на высоких скоростях но одно но очень хлипкая ножка поэтому максимально аккуратно нужно было вставлять башмак и извлекать оттуда еще один немаломажный момент это автомобиль вы уходите на воду и для многих составляет очень большую проблему оставить свои вещи внутри машины и что делать с ключом ну хорошо у кого ключ закрывается вот просто закрыли дверь и все но опять же в воде особенно в соленой воде он очень быстро ржавеет и приходит негодность можно остаться там на несколько часов без автомобиля неожиданно вот поэтому я очень рекомендую я использую вот такой вот замок вот такой замок кодовый вы все сделали в своем автомобиле оделись готовы а взяли аппаратуру некоторая аппаратура осталась внутри что делать вы все оставили закрыли машину на ключ положили ключ внутрь вот такого замка и вот этой дугой навесили вот на 2 ручку двери или не знаю где как 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 как-нибудь у вас там палочка в автомобиле железная есть на которую можно прицепить все все на месте никуда не от дождя защищено от всяких нехороших жуликов тоже приходите набираете код открываете перед ключик открыли поехали домой кушать максимально просто и гениально рекомендации лучшие на маврикии вы это можете привести про приобрести в прайдшопе на этом пожалуй все спасибо вам огромное надеюсь что я ответил на все вопросы обращайтесь в комментариях если что конечно же я отвечу всего хорошего до свидания спасибо спасибо дня eso каких и Субтитры сделал DimaTorzok